Без цвета сегодня разминались участники всероссийских соревнований по бильярду среди юных и молодых спортсменов. Локальное отключение электричества произошло из-за снегопада, но игра проходит при любой погоде, поэтому спортсмены из Московской, Иркутской, Амурской областей и, конечно же, Хабаровского края приступили к выявлению лучших, несмотря на снегопад и все связанные с ним неудобства. Тему продолжат мои коллеги. Будем ждать отключения света и начнем соревнования, тем более дети уже готовы. Осталось дождаться света. Участники соревнований разминаются в сумраке. Из-за снегопада случилась авария и в зале отключили свет. Но несмотря на экстремальные условия, как и в любом спорте, как говорится, матч состоится при любой погоде. Экстремальные условия по-чински, там на Эвересте партия Удалский, а вот это экстремальные условия. А тут не очень условия, так скажем. На Эвересте, на Эльбрусе. На Эльбрусе, ладно. Восемский я с первой попытки! Ура! С первой попытки на 4300! История, друзья! Ну, экстремальные условия были, когда я 11 часов ждала игру. Это Сургут был. Выездные турниры. Там есть зона отдыха, зона ожидания. Там большой плазменный телевизор, там проектор. Камеры каждому столу, чтобы было видно, какой стол освободился. Я лежала там на матах, было хорошо, уютно, я поспала. Несмотря на снегопад, на соревнования все добрались почти без опозданий. Я сейчас был на турнире в Москве, прилетел с него вчера. Я сейчас добирался, там чуть не упал лед, вообще снег. Ну, тяжело было добираться, хотя я живу 200 метров отсюда. Я долго добирался, полтора часа ехал. Я в охозе живу, там долго ехать, далеко. Мы ели из-за двора выехали, честно говорю. Минут 40 только выезжали со двора. На соревнования, кроме Хабаровского края, приехали ребята из Московской, Сахалинской, Амурской областей. Папа, когда служил в военной части, часто меня брал на бильярд поиграть. И это меня зацепило. И я попросила папу записать меню из-за меня. Тут надо больше думать. И то, что каждый удар должен продумывать. Начала я с международных соревнований. Маленький принц – это когда я только начала выступать. Мне было 11-12 лет. Я четыре раза, если не ошибаюсь, становилась третьей на международных соревнованиях. Вот с чего начинался путь. Также неоднократно на первенставах России в призах. Ну, чаще всего в разных городах. Ну, и здесь соревнования, все ДФО, кубки мэра, кубки губернатора. Как первые места всегда. Всероссийские соревнования по бильярду проводятся при участии корпорации «Газпром Трансгаз Томск». 2018 год, начало первое. Это был регион. Это был город Хабаровск. Потом Хабаровский край. Потом уже это были областные, краевые соревнования. И сегодня это уже российский уровень. Уже есть и спортсмены с России, с Москвы, с Московской области. Для нас это очень важно. Значит, это актуально и это необходимо. Турнир продлится почти всю неделю и завершится 11 ноября. Полина Овчаренко, Анастасия Незнанова, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Смотри Хабаровск. Продолжение следует...